В 2020 году стратегический директор издания PC Gamer Эван Лахти заявил, что ПК выиграл консольную войну, и сегодня это утверждение выглядит еще более правдивым. ПК всегда отличался возможностью кастомизации, моддинга и практически бесконечной обратной совместимостью. В последние годы к этим преимуществам добавилось и то, что многие эксклюзивные игры с консолей стали выходить на компьютерах. Microsoft фактически отказалась от эксклюзивности своих игр для консолей, а Nintendo, несмотря на свою упрямость, не может помешать эмуляции игр на ПК. Тогда как Sony сохраняет почти годичную эксклюзивность для некоторых своих крупных релизов, что логично в контексте их стратегии, направленной на поддержку собственных платформ. Однако в этой цепочке остается одна значительная проблема. Релизы игр Rockstar Games на ПК всегда задерживаются на длительный срок, и это вызывает недоумение. Сегодня обсудим причины такой стратегии и что это может значить для будущих игр, таких как GTA 6. Задержки, как у Square Enix с их серией Final Fantasy, еще можно объяснить договоренностями об эксклюзивности с Sony, которые, как оказалось, не оправдали ожиданий. Но для Rockstar не существует такого простого объяснения. Их крупнейшие хиты, такие как Red Dead Redemption и GTA 5, доходили до ПК со значительными задержками, и это вызывает вопрос, почему? Особенно это было заметно с первой Red Dead Redemption, которая вышла на Nintendo Switch раньше, чем на ПК, несмотря на технические ограничения консоли. Очевидно, что дело не в технических сложностях портирования. Хотя перенос игры на другую платформу требует ресурсов, для такой компании, как Rockstar, с ее возможностями и опытом, это должно быть рутинным процессом. Как отметил Ник Эвансон из PC Gamer, нет никаких технических причин, почему версия новой GTA для ПК не может выйти одновременно с консольной. Похоже, что главная причина – это максимизация прибыли. Rockstar делает ставку на второй пик продаж, когда игры, вышедшие на консолях, через некоторое время появляются на ПК. Это дает компании дополнительный источник дохода, включая тех, кто покупает игру дважды. Это стратегически оправдано, но одновременно с этим создает разрыв между Rockstar и ПК-аудиторией, что в долгосрочной перспективе может нанести ущерб студии. На фоне того, что в прошлом году выручка от игр на ПК выросла на 8%, а консольный рынок стагнировал на уровне половины процента, долгосрочная ставка на консоли может оказаться ошибкой. Хотя Grand Theft Auto VI точно станет коммерческим хитом, Rockstar рискует повторить ошибки Square Enix, чьи задержанные порты для ПК оказались менее успешными, чем ожидалось. К сожалению, это вовсе не значит, что Rockstar будет спешить с переносом шестой GTA на ПК. Учитывая, что сейчас релиз запланирован на конец 2025 года, это значит, что компания стремится выжать максимум из консольной аудитории. А это значит, что ПК-релиз новой GTA может состояться не раньше, чем через полгода-год после консолей. То есть в середине или конце 2026 года, если полагаться на нынешние прогнозы.